Welcome, welcome, SKT были уничтожены, как сказал английский комментатор, но игра была красивой, не знаю насчет красивой, парочку было тимфайтов, приятных, все остальное полная односторонка и вы можете видеть урон, который наносила команда SKT, тот момент, когда Raycan сравнялся с вашим damage dealer, это всегда плохо. 1500 Skarner, 5700 Raycan и 7000 Callisto, единственное, кто здесь старался, типа выглядело, что старался, это Корки, следовательно, Фейкер, но проблема была не в этом, что он, оу, Тусин получает MVP, это седьмой MVP за этот сезон от него. Играл он через книжку, книжка с ботинком, с печеньком и пятью процентами КДРа, плюс еще зеленую ветку добавил он и выходит он на первое место по количеству MVP в этом году. Дефт у нас на втором месте, 7 у него тоже, ну а Фейкер с пятью MVP, как раз начал он тогда выбираться и показывать очень хорошую игру для своей команды, но этого всего было все равно недостаточно. Ну и показывает нам повтор, как Тусин просто цеплял своей ультой постоянно всех игроков, потом тут же отпрыгивал назад на Заю, комбинация, конечно, Зая, Raycan не должна быть на LCS, ну в смысле, не то чтобы Риу, ты должны ее запретить, Нет, ребят, конечно же, я не это имею ввиду, я имею ввиду, что не должны вы отдавать комбинацию Зая и Raycan ни одной из команд, потому что Raycan, вы видите, как он отыгрывает, он делает прыжок на одного из ваших игроков, с него делает флэш ульту, после этого, во время этой флэш ульты он дает подкидывание по кому-то из вас и назад возвращается на Заю, то есть он еще и успевает ее прикрыть. Если бы там был другой адекерин, он вернуться туда бы не смог, а помимо этого еще нет бонуса на линии, помимо этого нет бонуса еще и для Зая в самой игре. Что за MVP? Это лучший игрок матча, ну такие есть рейтинги и в хоккее, и в футболе, и по итогу этого отдельно один индивидуальный игрок получает в конце сезона титул лучшего игрока сезона. В прошлом году это был BDD из команды Kingzone, он получил лучшего игрока сезона, ну и соответственно лучшего мидера тоже, тут еще лучший мидер, лучший саппорт, лучший адекерин, джанглер и топпер тоже учитывать, будут потом риоты корейские, раздавать там маленькие призики. Большие призики будут именно даны MVP-шнику, герою MVP и герою MVP в плей-оффе. Ну чаще всего герой MVP в плей-оффе это тот, кто лучше всего сыграет в финальной игре плей-оффа, это очевидно. А вот этот рейтинг, который первый его, вот на протяжении всего сезона надо зарабатывать. В Европе и Америке немножко другая система, у них нет рейтинга такого, хотя подождите, в этом году рейтинг-то появился, если зайти на геймпедию, по Америке по крайней мере точно рейтинг теперь есть, возможно они это исправили в этом году. Раньше было, как бы сказать, они просто смотрели на статистику и по общим ощущениям раздавали призы. И многие говорили про это, что оверрейтед, слишком переоцененный игрок был Бьерксон. Бьерксон три года подряд получал MVP лучшего игрока года в Америке. И просто за что? Учитывая, что у Дженсона даже статистика два года подряд лучше, чем у него. И команда Cloud9 ездит на чемпионаты мира два года подряд тоже. То есть не потому, что я тут за Дженсона, ребят, пилю, а просто за что ему дают? Теперь как бы не будет вот такого, будет чистый рейтинг, я так понимаю, в Америке. В Европе вроде это еще не ввели, но по крайней мере я нигде не видел. А в Америке они предлагают три кандидатуры после матча, за нее могут голосовать зрители. Зрители голосуют в Твиттере и выбирают лучшего игрока матча. А три кандидатуры предлагают уже сами аналитики. Ну, те, кто лучше всего, по их мнению, три игрока сыграли. Кто был лучший саппорт в 2017 году? В Корее или где? Я просто... Листочек, по-моему, этот выкинул уже. Блин, сейчас посмотрю. Я, походу, выкинул уже этот листок. Там у меня на листочке были предположения моих MVP лучших по Корее, по Европе, по Америке. Ну, сейчас я посмотрю. На обходы это было уже все не там. Тут уже команды сами. Старые Клауд Найны. Да, ребята, я тут найти не смогу, к сожалению. Не смогу так... Ну, вспомнить, может быть, что-то смогу. Если я не ошибаюсь, ребята, то лучшими игроками по Корее были признаны Мидлейнер БДД, Топлейнер Кан, Джанглер Амбишн, Саппорт и Адекерри команды Катеростерс. Это Прей с Гориллой, да? Прей с Гориллой там, или кто у них там играет? А то опять, может, перепутал. Не, Прей с Гориллой, это в Кинг-Зоне. Катеростерсы. Прей с Гориллой, это там. А там у нас... Этот... Бррр... Вот для этого мне листочки постоянно и нужны, ребят, потому что... Не все можно это в голове удержать. Дев Темата. Да, Дев Темата. Вот кто. Дев Темата, они были лучшими признаны Ботлейном в Корее. Это я просто помню. А вот что-то по Европе и Америке я плоховато помню. Ну, Америку я помню, Майк Йонг был лучшим джанглером признан. Но это другая уже история. А вот по Европе я вообще не помню, кто был лучшим. Ну, наверное, Янкос. На листочке у меня было это написано. Листочек удален. Ну, это можно найти в интернете, кому интересно. Ну, что ж, у нас команда Африка Фрикс берет корки против Галлио, которую забрали на фирспике. Команда СКТ. СКТшники выстраивают сетап под защиту Варуса. Варуса будут, скорее всего, усиливать через какого-нибудь чемпиона. Но можно и без усиления. Он хит-эффект Варуса всегда был неплох. Единственный перебор будет с магическим уроном. Но сразу же СКТ эту проблему решает. И берут себе Джарвана с процентным физическим уроном. А Джарван одновременно с этим с пробиванием брони. И, конечно же, чтобы не было проблем, Африка Фрикс убирает Тарика в первую очередь. И, наверное, во вторую очередь уберут Тамкенча. Он тоже будет неприятный чемпион. Сами же Африка Фриксы похожий сетап, как СКТ выстраивают пока у себя. 3-1-1 будет, наверное, только они более жесткие. Наверное, контрпик возьмут на топ-лайн. Все же Чагат не добился того, чего хотел. А Чагата банят сами СКТшники. Хотят сыграть через Сиона. Но Сион с Джарваном, я миллиард раз вам говорил, это худшее, что можно вообще организовать. Потому что они друг друга дестабилизируют. Вот оба они занимаются пробиванием брони. Оба у них инициации вроде бы неплохие, но их же ульты не сочетаются друг с другом. Вчера, кстати, игру, которую я не комментировал, там был такой смешной момент, где Талия своей ультой отменила своему же Сиону ульту. Он нажал ульту и попал в ее стенку. И пройти он ее никак не мог. Ей пришлось тут же стенку отменить, а она выпустила всех врагов. Короче, тоже вот такая вот дестабилизация двух чемпионов. Задумались Африка Фриксы, не забрать ли нам Сиона сейчас? Думают они про себя. И Сион вполне сможет нормальный сплит-пуш организовывать через Зезерот Портал. И правильный ход. Мне нравится. Ну, не то, чтобы они боятся Сиона на стороне команды СКТ. Они просто не знают, что взять против Сиона, когда все забанено из адекватных чемпионов. Придется, значит, играть какого-то сверхагрессивного, типа Фиоры, типа Джейса. Но здесь они могут попасть под Джарвана. А Джарван имеет доминацию над Си Джуаней, и вот она проблема. Алистар здесь не годится команде СКТ. Ну, точнее, он годится, но не лучшим образом. Зайдет, потому что все же надо было бы усилить Варуса, но они боятся против Трэша играть. Трэш-то все еще открыт, ребят. И Калисто с Трэшом разгромят любого, там, какого-нибудь Карму, Жанну, которую могли бы взять команда СКТ. Поэтому они заранее против Трэша уже берут Алистара. И берут себе контрпик Сиона Трандла. Одного из... Помните, я про это говорил. И посмотрим, как это будет работать. Африка Фриксом надо сейчас... Я бы Шена взял на самом деле. Просто щиток дополнительный. Хорошо против Алистара работает Шен Саппорт. Единственная проблема, что не с чем кто-то будет комбинировать, но они решили пойти проще и забрать себе Браума против Варуса. Процентный урон, CC-эффекты, десет-гейдж. Но интересно будет посмотреть, как Трандл справится с Сиона, потому что, насколько я понимаю, сейчас все команды не знают, что делать с Сионом. И разные варианты придумывают. Но все эти варианты пока не рабочие. Супертанки. Да, они говорят, что мы видели уже несколько раз, как Орн побеждает Трандла. Ну, когда пытались Орна законтрить, вот таким вот образом брали Трандла, и не получалось из-за огромного количества контроля в тимфайтах, из-за того, что он давал предметы своим союзникам Орна, имеется в виду, и команды не справлялись с этим. И в итоге Трандл выглядел, ну, таким, знаете, немножко обреченным ходил и не знал, что же ему делать-то. Тимфайтиться нельзя, сплитпушить тоже не получается. Ну, посмотрим, справится ли Трандл с Сионом. В свое время Трандл, конечно же, был жестким доминатором вот таких чемпионов. Убивал там Маукаев, Наутилусов, и не просто убивал, а унижал их. И в тимфайтах, воруя их статы себе, становился супертанком своей команды. Даже многие брали Трандл саппорта. С Орден Цензором играли его. Тогда была специальная руна, которую они брали. Мастерка, которая давала замедление по врагу. И щиток, соответственно, твоему союзнику. И в итоге, ну, если союзник по замедленной цели давал урон, он там отхиливался, и тогда Орден Цензор прокал. Сложная схема была, но рабочая. Рабочая действительно. И таким образом у вас получился супертанк-саппорт, который ворует статы там у Сиджуани, у того же самого Маукая. Но здесь редкий случай теперь уже в этом году, когда мы видим Трандла на топе. Это связано с тем, что через эти руны пробиться он не может. Ну, не способен. Почему Илауэй не играет? Илауэй играет, а у него тоже не получают. Там показывают каких-то девчонок. Не знаю, что за девчонки, но, возможно, местные девчонки, которые приходят и болеют за корейские команды. А учитывая, что в Корее, так сказать, не азиатских личностей очень мало, на них и обратили внимание. Ну, папа с Митти тоже воодушевился, потому что обычно он видит только азиатских девчонок. Африка сейчас мощная, да. Да, Орден Сензор уже и сам по себе не тот. Аблоссом забрал красный баф и сразу идет в свой лес. Это, видимо, левел 3 ганг на топ будет, либо левел даже 2 ганг на топ. Нет, он останавливается на волках. Так что это максимум будет левел 3 ганг на топ-лейн. Ну, а мы давайте оценим, что же у нас выходит здесь. Корки против Сиом, против Галлио в предыдущей игре. Мы это тоже обсуждали. Варус, Скалистый, там Браум. Здесь у нас Алистар. Ну, по сетапу сам по себе опять у нас получается равный. Но в этот раз небольшим перевесом в сторону команды СКТ должен быть, потому что у них есть пробивание брони. Хотя здесь тоже есть пробивание брони за счет Сиона. Но у них так или иначе есть воровство брони еще. Я просто верю в Трандла все же таки. И поэтому дам им немножко больше шансов на игру хорошую. Ну и плюс не забывайте сам по себе Варус. Посильнее Каллиста в лейтгейме будет. Пропустил девчонок. Так можно же перемотать. А там какие-то, ну, обычные девчонки с рваными коленками, то есть, которые сейчас мода, видимо, они доказывают... Точнее, показывают, чем собираются жить дальше. Сразу рвут коленки себе. Никогда этого не понимал. Это и новый, так сказать, мета. Это псевдоэротика или что это такое? В чем соль? Почему нельзя целую одежду одевать? Ну, возможно, я просто слишком стар уже для этого дерьма. Как говаривал... Как его зовут-то, боже мой? Актер этот. Из, хочу сказать, голого пистолета. Little Weapon, Little Weapon. Не голый пистолет, а Little Weapon фильма. Там второй был. Актер первый Мал Гибсон, а второй вот актер Эзебл, как звали. Темненький. Темнокожий. Смертельное оружие, да. А голый пистолет это комедия, да, была? Хорошая попытка здесь, кстати, и удачная попытка. Минус Кура происходит. Фейкер делает флэш таунт, зацепляет Корки именно на его Валкирии. И Джарван не промахивает со своей комбинацией. Первый килл уходит за командой СКТ. Сиджуане нечего здесь делать. Корки говорит, да ладно, не волнуйся, я сейчас на телепорте вернусь. Ну, Сиджуане расстроенно отправляется на поиски хоть какого-то фарма в чужом лесу. Ну, как-то отомстить-то надо Джарвану за то, что он натворил. Ты забыл Лесли Нельсона? Нет, не забыл Лесли Нельсона. Все нормально. Я просто вспоминал голый пистолет. Это с ним была комедия или не с ним? Ну, видимо, с ним. Дэнни Гловер, да, вот Дэнни Гловер. Вот он эту фразу произносил. Я слишком стар для этого дерьма. И как правильно подмечали некоторые кинокритики, он каждый раз говорил, что он слишком стар для этого дерьма, но все равно шел и делал это, и получал от этого удовольствие. Так что, ребята, даже если вам кажется, что вы слишком стары для какого-то дерьма, это не означает, что вы не должны это делать. Не ведитесь. Если вам нравится, что у вас коленки порваны, одевайте это. Не слушайте других. Я так и буду носить. Я вообще чувствую, что я слишком стар уже одевать мини-юбки, но все же, все же, первое марта, надо, надо этот день сегодня отметить. Выдусь сегодня на улицу банковать. Банковать. Ой. Я тут вдруг вспомнил. Такое точно нельзя рассказывать на стриме, то, что я вспомнил. Надевать. Раздевать. Продевать. Какие угодно приставки ты можешь использовать. Главное одевать. А сейчас актер, который играл Майора Пейна, играет актера Дэнни Гловера в сериале «Смертельное оружие». Я, кстати, даже не знал, что есть сериал «Смертельное оружие». Что-то слышал, походу, я про это, но точно не уверен. У нас здесь небольшая потасовочка на ботлэйне произошла, но в этой потасовочке выжила, как обычно, самая слабая карта. Алистар. Никто эту шутку не поймет. Ставьте плюс, кто понял шутку. Хотя, наверное, потасовку уже никто не берет в колоду. Это в свое время одна была из топовых карт. Она и для спасения была хороша, и для атаки была тоже хороша. Я не говорил ставить минусы. Вар на руке берет. Сейчас бы шутки про ХС травить. Но я, в общем-то, ХС-то и бросил, когда потасовка появилась, все делать нечего было. Не, на самом деле я ХС бросил, когда они начали штамповать почти каждый месяц новые колоды, и намекали, как бы, знаешь, чувак, даже если ты играешь по 10 часов в день, ты все равно не накопишь на все эти карты себе эссенции, я не помню, как она там называлась, эти очки. Ты все равно их не накопишь себе, так что тебе придется покупать карты. И я такой, да пошли вы! Потом, правда, они немножко угомонились, потому что не только я, видимо, да пошли вы сказал, и начали делать их каждые, там, полсезона. А не так часто. А то там реально был момент, я, типа, играл, играл, играл. Вроде почти топовую колоду собрал, потом Лига Легенд какой-то чемпионат, прокомментировал его для вас, там, в покер немножко поиграл. Захожу в Хардсоун, а там опять новые колоды, и все чем-то уже другим джебошат. Я так думаю, блин, подождите, когда я последний раз сыграл? Вспоминаю, две недели назад я играл, что за фигня? Как я кого-то могу победить? Он вот здесь Кинчика пытается убить, Унтаро его цепляет, ставит кубок, не дает ему на своей ульте отскочить, тот попадает ультой прямо в кубок, но Унтаро его не добивает, хотя ульту свою потратил. Очень странно, кстати, что он решил до конца не идти. Возможно, он понимал, что это будет килл-кил, потому что если бы он его убил, пассивка бы Сиона образовалась, и хрен бы он от нее убежал, потому что пассивка Сиона, вы видите, с аугиментом была бы. Аугимент, руну, которую вы берете, она дает вам как раз-таки возможность замедлять врага. Да, причем, понимаете, вот правильно тут подмечает Скайрис, что одно дело, когда просто новое что-то добавляет. Лиги Легин тоже много чего нового добавляет, но при этом, если вы были Гарен Мейнер, вы и дальше остаетесь Гарен Мейнером, или Тимом Мейнером, или как я там, Евелинка и Лиза Мейнером. Вы все равно можете этих чемпионов играть. Ясо, как там, нормально все? Вот, ну там, ты старой колодой вообще играть больше не можешь, они как будто специально хотят сделать так, чтобы, ну, братиш, не, эта колода больше не играется. Точнее она играется, только ты ей не выиграешь ничего. Вообще ничего не выиграешь, никого. Что там говоришь? Потасовочка у тебя? Бывает. Лиззи баф помог, кстати. Баф и Лиззи, какой был баф у Лизы? Я что-то пропустил. Ой, все, да, ой, все. Ладно, все, ребят, про Хардстоун не обсуждаем, просто, ну, это одна из причин, и кто-то там иногда спросит, почему ты в другие игры не играешь. Одна из причин, почему я в Хардстоун не играл. Так-то я в другие игры играю, но тут хорошая попытка поймать Фейкера, замедлить его не получится. Но только если через ульту, и Фейкер погибает. У него был флэш, но как-то он его решил не прожимать сразу. Видимо, он не верил, что Маугли рискнет туда сподим ульту, и самое смешное, вся ротация была продумана заранее. Команда Африка Фрикс, даже если бы эта битва продолжилась, успели бы сюда подойти сразу два игрока команды Африка Фрикс, и за это я оставлю им гигантский плюс, они жертвуют фармом на топе, чтобы сломать быстро мидлейн, и таким образом зажать Галлио под вышкой, как же классно они отыгрывают. Африка Фрикс явно готовились к этой встрече, они знали, что, где и когда произойдет. Они хотели в первой игре как раз сыграть, помните, я говорил, Галлио плюс Каллиста, в итоге получилось даже лучше, они взяли себе Галлио плюс Рэйка Анзая. Во второй игре они готовили, видимо, историю к тому, что если Фейкер возьмет Галлио, как мы будем с ним бороться. А бороться они вот собираются через шестой левел Сиджуани, она сделает ганг на мид, и этот ганг подкрепят бот-лейнеры, которым плевать на фарм на свой наботе, потому что это будет ФБ вышка, и самое главное, шикарный контроль карты, и теперь вообще непонятно, куда Галлио летать, он из-под Тир-два вышки теперь вылезти не сможет. Просто если добавлять карты, которые такие же, как и старые, какой смысл их добавлять? Ну, немножко странная у тебя логика, давай пойдем тогда по Лиге Легенд немножко. Какой смысл добавлять нового чемпиона, если он просто новый, да? Ну, давай вспомним винрейт всех новых чемпионов, которые выходили. Они зачастую не поднимались выше 44% в начале, и только потом начинали разыгрываться. Только потом люди понимали скрытую силу того ли иного чемпиона. А там же, вот как раз была с картами, немножко другая история, они заранее делали ту же самую карту, наголову сильнее схожей карты. То есть, я сейчас не смогу примеры вам привести, потому что по названиям карт немножко плохо помню. Ну, и, понятное дело, я мало отыграл, чтобы какие-то делать более подробные выводы. Но я думаю, многие согласятся со мной, что там за те же самые, так сказать, ранги, ну, то есть там 3 маны, 4 маны, это рангом мы будем называть, вы можете банально получить более выгодную карту, которая будет более новой, нежели старая. Ну, и нет, нет в этом логике. Согласен с тобой. Ленивые, в общем. Из разряда не играл, но осуждаю. Ну, я сыграл. А осуждать начал, когда я понял, что игра не в то катится. Сейчас я периодически захожу там на стримы разных стримеров по Хардсоуну, мало что там сейчас понимаю, потому что колоды сильно поменялись. Но я вижу, что старых карт вообще никто не играет. Наверное, есть этому причина. То есть вообще не играют старые карты. Ни одну из того, что я когда-то играл. Возможно, их удалили из игры, я не заметил. Нет. Думаю, их не удалили из игры. Антиглина, антиглина мне нравится. Ладно, счет 1-1 у нас... Мы не ругаем Близзардов здесь, мы ругаем подход. Подход игры. Поэтому она и не настолько популярна. Потому что подход, когда игра бесплатная, она должна быть бесплатная. Не должно быть никакого даже скрытого pay-to-win. Никакого даже скрытого pay-to-win не должно быть, если игра бесплатная. А если эта игра не бесплатная, ну тогда не удивляйтесь, что будут играть в нее только те люди, которые за это заплатят. И понятное дело, они ее будут защищать. Ну, ребята, очевидно. Как бы даже если ты за шлюху платишь, ты будешь ее защищать потом. Ты же, блин, заплатил за это. Это же логично. Будете плюс какие-то находить в этом потом. Говорит, ну, у нее зато голова не болит там. Я ее стрипню, не ем. И с мамкой ее не надо общаться. Есть в этом свои плюсы. Это понятное дело. Ну что ж, у нас Галлио будет. Тауэрдайв делает на топе. Ой-ой-ой-ой-ой. Подкидывание. Амейзинговое. Ай, не знаете, Эймик пытается убежать, но его, конечно же, дают таун подкидывание. Кура пролетает сюда на свою Валкирию. У нее есть еще вторая Валкирия. Нет, он просто перефлашивается. Странно, а почему у нее уже вторая была Валкирия? Получилось не очень хорошо у команды СКТ. Они, конечно, хотели более жестко здесь ворваться и сломать эту вышку. Тем более, что они смогли поймать вне позиции всю команду Африка Фрикс. Ну да. Я удивился, что на телефоне есть Лига Легенд. Это Лига Легенд. Насколько я помню, она не включает в себя саму игру. А так да, она есть. И еще есть много игр, которые пародируют Лигу Легенд на телефоне, и за них как раз вот суды Риоты проводят, потому что, ну, они явно воруют концепт Ритов, а за это платить ничего Риотам не хотят. Арена Оффелдер есть официальный от Tencent. Я уже много раз вам говорил, Tencent просто акция-обладатель. Они не владельцы Riot Games, они акция-обладатель. Это две разные вещи. Они получают бабки от Riot Games за то, что они владельцы акции. Но они ничего не могут делать с Riot Games. Они не могут менять чемпионов, они не могут закрыть этот отдел Riot Games. Они не могут сказать, что все будет только в Китае теперь, это игра, это все будет противоречить договору, который они подписали, и, соответственно, Riot просто куча бабок вернут назад через суд. Riot и полные владельцы игры. Те владельцы, которые американцы, которые создали ее в свое время. Но главный их спонсор, и, соответственно, теперь уже главный их, получается, человек, который забирает всю прибыль. Это Tencent, это все верно. Так что прочитайте, кто до сих пор не понимает, кто читает новости криво, что Riot Games купили в 2015 году. Прочитайте, как они были куплены. Ну что ж, ну здесь битва идет, пытаются поймать здесь кур, а курочка подкидывает, но Blossom молодец, очень хорошо отыграл, не очень удачно, конечно, попасться там в Вульф, но у Вульфа была шишечка, на которую он ушел назад, и команда SKT очень хорошо, мидгейм отыгрывает. Не получается у Африка Фриксов никак зацепиться за каждый из тимфайтов. Не американцы, а ирландцы. Ну, я про американцев имел в виду то, что англоговорящие. Кто именно, я, честно, не смогу сказать. Может, это французы вообще. Но, очевидно, не французы. Я просто хотел сказать, что вы неправильно читаете новости, либо вам новости какие-то ложные дают. Именно поэтому у Tencent есть действительно игра на телефоне, которая немного похожа на Лигу Легенд, но они могли бы ее назвать Лигой Легенд, но они ее не могут назвать Лигой Легенд, потому что правообладатели являются не совсем они, то есть копирайдс. Не им принадлежит. Копирайдс принадлежит Райд Геймс. А то, что они купили эту компанию, это ничего и не дает, учитывая при каких условиях они ее покупали. А будешь ли я встречать в Майя Чемпионат Мира по Arena of Valor? Нет, наверное. Спасибо. Там Кьюпупка. Три-1 у нас счет всего лишь 600 золота преимущества команды СКТ, и они, видите, пытаются вот так вот с забегами каждый раз, когда откатывается ульта Джарвана, каждый раз, когда откатывается ульта Галлио, делать ол-ин-чеки. Ну и я вижу, что очень хорошо работает уже Трандл против Сиону. В какой-то веке Сиона зажали подвышкой, обычно он как раз выбирался из-под нее и мог двигаться по карте, теперь они потеряли одного игрока, команда Африка Фрикса. Без этого игрока, не то чтобы он ключевой, но довольно много у него урона есть в этой стадии игры. Без него тяжеловато, конечно, бегать Африка Фрикса. Браум у нас пошел пока непонятно во что, но это, скорее всего, будет лакет, обычно так собирается. Кин у нас пошел через Фрозенхард, наверное, один из лучших предметов, который можно против Трандла собирать, потому что, а, вы ломаете ему скорость атаки, а, б, вы не так много статов ему отдаете, потому что у вас здоровья еще не так много будет. Да, тут армор есть, соточка там армора, но там же и здоровье он ворует, помимо этого. А так как вы его все равно убивать не собираетесь один на один, зарезали ему скорость атаки, это уже большой плюс. Да и хорошо подойдет против Джарвана, того же самого, и Варуса. Почему Джарван всегда на простейне собирается через офф-танка? Потому что он никого убить не может с другим билдом. И это не всегда было, это началось как раз с восьмого сезона, до восьмого сезона все Джарваны игрались через... Ну, ладно, не все, наполовину. Некоторые Джарваны играли через АД, но не летали эти билда, а просто АД-шный билд. Он был через Warrior, плюс Black Cleaver, плюс Guardian Angel, вот такие у них сборочки были. Дальше он там добавлял уже, да, Рандуин какой-нибудь. А вот с новым патчем, как раз когда вышли эти новые руны, в седьмом патче 7.24, да, по-моему, он был 7.22, 7.22, если быть точным, вот тогда пришли к выводу, что надо делать именно такого Джарвана, только такого. А если он через комету не играется в Корее, или так и так играется? А нет, его почти не играют через комету, видимо, это связано с тем, что та ветка, которая кометная, она была занерфлена. В начале 8.1, когда патч вышел, действительно, Сион игрался через комету, у нас здесь поймали вне позиции Тусина, и Тусина выультил Эйминг оттуда. Тусин пытается вышку прикрыть на меде, но Вольф делает тауэрдайв, вместе с этим там еще Блоссом подходит, и Фейкер тут же. Надо аккуратненько, конечно, сейчас не попасться здесь. Команде Африка Фрикс сдают они ульту по Фейкеру, пытаются его подкинуть, Вару сдают Дисангейдж ульту, Сиджуани может умереть, но отфлэшивается Маугли, правда, слишком поздно, его уже убивает. Блоссом в ответ тоже умирает, прилетает сюда Сион, Сион нас закидывает, ворует у него статы, Сион погибает, ребят, без статов, конечно, чемпион совсем не страшен, а Унтара сверхтанком стал, еще здесь можно дальше зацепиться, Фейкер возвращает за тем файт, вышку потеряла. Команда Африка Фрикс, ну, она со следующего пака потеряет, сейчас еще пока не потеряла. Так вот, там говорят, что Геральтка где-то была за Самунира, я что-то не вижу, а где она была вызвана-то? Не, на медиа ее, получается, вызвали, да, я просто в этот момент чатик еще немножко смотрел, а когда ее вызывали, пропустил момент, ее убила команда Африка Фрикс. Так вот, что я рассказывал? Что-то было очень важное. А, про Сиона. Про Сион и Аркан Комету. Та ветка сама, Аркан Комета, ребят, была за Нерфлина, кто не понял. Во-первых, уменьшили урон с Аркан Кометы. Во-вторых, Мана Флоу сделали откат, не каждые 45 секунд в начале, 60 секунд в конце, сделали 90 секунд всегда. А в-третьих, там еще какой-то был показатель, исправлен со скоростью передвижения, что-то было там связано. Ну, в общем, очень сильно была за Нерфлина вся эта синяя ветка. И Сион, который получал с нее большие бонусы, теперь перестал их получать. У Сион и идея, это было то, что за счет скорости передвижения, за счет своей ульты, он, если ей попадал, он наносил много урона. На линии он харасил тебя при помощи Мана Флоу и постоянно Ешки. Аркан Комета наносила много урона, Мана Флоу позволял тебе постоянно кастовать спелл без затрат Ман. И сейчас этого всего нет. Ну и решили игроки уйти с нее. И ушли с нее некоторые в Аугамент вот этот, а другие ушли просто в зеленку, как основу с экономикой. Ну, зеленка как основа с экономикой, это более стандартный такой билд, целокушный. Но вот на чемпионатах мы все чаще и чаще видим с вами аугаменмент. Идея заключается в том, что вы под ультой своей ворветесь в любом случае там в оппонента, и первый же автоатак и сможете его замедлить. Замедлить гораздо больше, чем обычно, соответственно, он не сможет вылезти из вашего кушки подкидывания. Там говорят, Браунс бил Геральт Каст и... А-а-а! Так вот, все-все, да, я понял, понял. Спасибо, ребят, за подсказку. Я реально в этот момент чатик немножко смотрел, отвлекся. Надо повнимательнее посмотреть эту игру. Как раз из-за этого все и началось, Браума, когда ультой Каллиста вытащила. Это не Браума поймали, это Браум отменил каст. Да, кто не знает, Геральтке можно отменить каст. Кин просто своровал там синий баф. Закейм Лейд Гейм. Чуть-чуть за командой СКТ, где-то 55% не больше. Ну что ж, у нас здесь минус варды, и хорошо, фрика-фриксы, кстати, борются за варды. Они пытаются сейчас добраться до Power Spike предметов. Эймингу еще надо парочку набрать. Один из них, скорее всего, придется делать Last Whisper. Другой должен быть еще один On-Hit эффект предмета. Там, либо Витцент, либо Frozen Mallet делают что-то такое. Судя по всему, это будет Витцент у нас. Ну, а команде СКТ надо как раз сейчас попытаться на Шора забрать. Не то, чтобы они в Лейд Гейме слабее, я уже сказал, что они, скорее всего, даже посильнее будут. Но у них Power Spike сейчас очень высокие, и играть вот в эту лотерею, где в конце будет решать, кто лучше просто проведет тимфайт, невыгодно. Когда они сейчас явно сильнее, они это знают. У них сейчас Джарван доминирует на Ти Джуане, у них сейчас Галлио есть, который, видите, Корки может продамаживать. Чем-то ходить до той стадии, где будет вопрос такой открытый. Спасем мы Варуса или нет? Если Варуса спасем, конечно, мы победим. Но если мы Варуса не спасем, то есть проблема. Что такое Power Spike? Это временное усиление чемпионов. Давайте так вот скажем. И вот под временным усилением как раз сейчас у команды СКТ преимущество. Тут и уровни чемпионов решают, как раз им не нужно было вкачивать много заклинаний, чтобы быть сильными. И, конечно же, комбинации сами по себе гораздо проще исполнять. Ну, как в предыдущей игре о команде Africa Freaks. Но чувствуется, что СКТ играет гораздо хуже в этом плане. Даже по контролю карты проигрывают. До сих пор ворды у Africa Freaks остались в Красном лесу и они не дают СКТшникам ни начать на шора, ни начать нормально какой-то пуш. А что у нас по драконам? Маунтен и волосатый, да? Волосатый против пиджака. И впереди влажный еще дракон, который сейчас появится. Да, пик силы еще можно так на русском сказать. Это как пик силы чемпиона. Но единственное, у кого здесь нету еще пика силы у команды СКТ, так это у Трандла. Трандл еще говорит, о, ребят, я еще могу фармиться, фармиться и фармиться. У меня все впереди. Просто, например, у Джарвана уже конец игры. Впереди ничего его не ждет, кроме чуть больше танковости. У Галлио тоже, в общем-то, ничего не будет. Добавится танковость, урона он не прибавит себе. У Алистара принят та же самая история. Даже танковость снизится у Алистара, потому что сейчас с ним никто справиться не может, а вот потом его инициация будет незначительная, она никак не будет влиять уже на игру, а справиться с ним после его ульты будет проще простого. Да и во время его ульты тоже урона добавится. Команды Африка Фрикс, они смогут пробивать этот дэмэдж редакшн. Варус, у него есть три предмета сейчас основанных. Следующий предмет только будет адаптировать его урон, когда там появится армор у команды Африка Фрикс, он там добавит как раз Ласт Виспер, ну понимаете, там Боттерк он добавит как раз к тому моменту, когда гораздо больше будет еще предметов на здоровье у команды Африка Фрикс. То есть, это чистая адаптация будет проделана. То есть, у Варуса и сейчас тоже очень сильный. Вот только у Унтара, единственное, кто говорит, я бы еще пофармился, пацаны. Хотя, сзади он сейчас делает Рандуин, ему надо было... Хотя ладно, наверное, против Корки и Каллисты вполне нормально собрать здесь Рандуин пораньше. Просто Спирит Визаж обычно собирается следующим предметом, но в данном случае он решил, что перебор будет с критами у команды Африка Фрикс, и надо Рандуин добавить пораньше. Попытались сделать на Шор здесь команда СКТ, но как попытались? Им просто стартанули его и тут же его отменили. Ну а вот Унтара отправился делать Дракона, которого даже не идет никто отменять из Африка Фриксов. Им это не нужно, им нужно контроль карты сохранять возле на Шора. Вниз они спуститься не могут, потому что они на красной стороне. Напоминаю, что красная сторона гораздо тяжелее забирать на Шора, зато хорошо и легко даже, я бы сказал, забирается для них Дракона, потому что, ну, так расставлена карта, вы это можете видеть. На карте все это можно рассмотреть. Хороший врыв, Тусина вытащат, если что, проблемой будет, Эйминг ждет до последнего и вытаскивает его, даже не хотел он. Подождите, он не ультанул, это Эйминг... Да-да-да, он сохранил ульту, это просто Тусин прыгнул на него, Эйминг подошел поближе. Тем временем, у нас Сион гоняется за Трандлом, и неужели вы на Шора все же начнете? СКТ начали на Шора, но они все, что сняли, это Браума ульту за это, и, конечно же, их отменят. Все, отменен на Шора. 5-2, команда СКТ не может никак захватить Красный Лес, но не получается у них. Тусин вместе с Маугли переигрывают команду СКТ по вартам. Постоянно лучше контроль карты они демонстрируют. Может быть, вот решили СКТ, мы можем сыграть через Унтару здесь на миде, если Унтара не будет заниматься просто сплитпушем Сиона, которого он все равно не сплитпушит, и тогда у нас будет лучше это работать. Сиона попытались поймать, он дает ульту, ульта это Unstoppable Force, и только можно остановить, если встать перед ним, поэтому все ТЦ эффекты, которые в него кидали, не сработали. Ни Алистар не дал подкидывания, ни Варус замедления не попал, ни Таунт от Фейкера не сработал. Почему все флеймят пик Браума в Сулаку в Голденке? Не знаю. Вроде нормальный чемпион. Должен, наоборот, радовать. Маугли проверяет, ставит варт, видит, что никакого барона никто не делает, его закидывают внутрь, но он тут же отфлашивается назад. Интересная такая ситуация, конечно, неприятная немножко для Африкаприксов. Браун, дистангейдж ульта, ой-ой-ой-ой, тут Жарван хорошо зацепится, но Кура хорошую позицию занял, расстреливает врагов, Алистар пытается его отзонить, но Кура все это время больше урона наносил, чем вся команда СКТ. Не получилось у них никого убить, два вармога у Маугли и у Кина восстанавливает им здоровье. Все варды сверху Кура выбил на своем корке. Вот это позиционирование мне нравится. Двух керри они стояли с разных сторон. Проверяет у нас Кура, не забирает ли они на Шора. Убедился, что никто там не забирает его все по-прежнему. Пытаются они провоцировать на него. И Алистар у нас собирается зайти со спины на Кура, но это, кстати, может быть плохо. Закончится сейчас для Алистара вместе всей командой СКТ. Они без бэка остаются все еще здесь. Тусим попадает за медляшкой, а Вульфа там ловит, но таунт от фейкера никого не задевает. Кинг думает ворваться, но также и думает, а зачем нам это нужно? Не получается у команды СКТ. Знаете, это мне напоминает фильм Рокки. Рокки четвертая, по-моему, где он против Ивана Драга сражался, против советского боксера, который на Мельдонии был построен. И там Иван Драга в первом раунде или во втором раунде позволил Рокки бить себя по грудаку. Ну, давай, пресс мой проверь. И американский, как говорится, сильный боец, чемпион мира, боксер не мог нанести никакого урона по нему, вообще не ощущал этих ударов. Ну, вот Африка Фриксы мне чем-то напоминает сейчас как раз Ивана Драга, которые говорят, ну, попробуйте еще раз, может быть, что-то получится у вас. Нет, что, не получается все еще. Не хватает урона команде СКТ, им срочно нужно что-то добавить, а добавить-то и нечего, если так задуматься. СКТ не могут выиграть по вардам, они постоянно вне позиции оказываются, когда начинают делать на Шора, у Африка Фриксов есть позиция, чтобы его воровать, и есть контроль карты хороший. Соответственно, команде СКТ сначала надо зайти в Красный Лес, расставить варды, выбить все варды команды Африка Фрикс, потом идти устраивать либо ловушку, либо просто на Шора рашить, но не выходит у них этого. И битву, несколько раз, которую они проводили, они не могут пробить просто Сиона, вот опять попытка, Тусин отпрыгивает, дистангет ульта, и теперь Маугли дает ульту, правда здесь ловит у нас Браума, но Браума вытаскивает, это был блеф от Браума, Браум дает подкидывание по Блоссуму, и Блоссум погибает. На вульфа перекидывание идет теперь, зацепляется за него, флэштаун от Фейкера по многим игрокам, но Калиста развлекается, ее никто не трогает, правда и Бенга никто не трогает, Бенг успевает убить двух игроков команды Африка Фрикс, и это размен 2 в 2, перемудрили немножко, и подождите, да, 2 в 2, Сион-то мертвый тоже, 2 в 2, разминчик, за, ну, не знаю, я по поводу Африка Фриксов, перемудрили, наверное, они могли забрать просто Джарвана и отойти, но, с другой стороны, они сняли все само нерспелы у команды СКТ, и теперь они уже могут диктовать свои условия. Почему у Варуса Рунана они боттер к третьим, ну, и тот, и тот собирается предмет, так что у него должен он быть. Видишь, вот сейчас он делает себе, скорее всего, боттер. Купил QSS, чтобы не было социэффектов по нему. А корова выжила в итоге, Тусинчик, к сожалению, погиб в этом сражении, да? Подождите, кто у нас умер? У нас Сион умер, и... и не помню, кто. Ну, Сион точно, я помню, в конце умер, потому что я на его пассив посмотрел. Но Калисто осталось живых, в живых остался и Варус, поэтому обе команды решили дальше не сражаться, а отступить. Потому что играть дальше в лотерею, кто из этих Адекерий убьет другого Адекерия с одной автоатаки, опасно. Оба играют в он-хит-эффекты. Есть еще, конечно, к чему стремиться. Все еще Трандлу, про это я говорил. Ему сейчас надо собрать спиритвизаж, чтобы был больше лайфстил и магическая защита была от того же самого Корки. Браун, Браун подсказывает, умер. Обидно, за Туси нам очень хорошо отыгрывают. Он, кстати, купил Заки для своей команды. Это дополнительный магический урон, вроде, если я не ошибаюсь, там магический был урон, если он дает ульту, и, главное, он делает связку с другим каким-то своим игроком, который тоже может нажать ульту и таким образом вокруг себя давать замедление и тоже небольшой урон. Это он, конечно, даст в данном случае Калисти. Хотя, казалось бы, надо дать это Сиону, но ему нужно именно ее спасти в первую и даже, я бы сказал, в последнюю очередь. Всегда надо спасать здесь Калисту. Пытается поймать Фейкера, Фейкер под своей W пока выживает, а Кура занял хорошую позицию, чтобы с Эммингом не попадать под одним проказмом. Как же классно Африка Фрикс отыгрывает. Казалось бы, узкое пространство, ребят, вот это вот контроль карты, да? Это война за этот сраный вард, за этот куст. Идет война, настоящая баталия, потому что понимают СКТ, что если они не захватят этот куст, они не захватят и следующий куст. Тусина здесь ловит, надо кому-то его спасать. У Тусина есть флэш, он пока ждет, надеялся снять какие-то самые нерспелы с команды СКТ, но ничего снять не получилось. Та решил просто отфлэшиться, чтобы его автоатаками не забодали. И уходит на рекол, хотя там вармоги были, можно было потерпеть. Локет почти появился уже у Тусина, и это будет еще больше. Там спрашивают, почему вот собирают такие билды два адекерри. Ну, во-первых, нет определенных других билдов у этих чемпионов. По сути, Варус леталити умер, просто Варус через критикал страйки со скоростью атаки не работают, потому что у них, у Варуса, он статичный, и нет каких-то усилений их критов, в отличие от Кейтлин, Джинкс, ну и кто у нас там еще играет через это, через чистые криты. Ну, Дрейвен тот же самый. Ну, а по поводу Калисты, она как раз разогревается своими стрелами, поэтому им, всем нужна скорость атаки и лайфстил. А самая выгодная скорость атаки и лайфстил, это как раз через он-хит эффекты. Он-хит эффекты, это подразумевается, каждый вашей автоатаке добавляется какой-то дополнительный урон. В данном случае магический урон Свеценда, физический урон процентный от Боторка, Хуррикан с Рунаном комбинируется, Хуррикан, Рунан это один предмет, с Гуинца, хотел сказать, Хуррикан с Гуинца комбинируется всегда вместе, чтобы быстрее разогреваться с парочкой автоатак, и одновременно с этим вы начинаете жестко лайфстилиться и спеллвампиться, кстати говоря. Ну и обычно еще собирается Хиггс Дринкер, но в данном случае Хиггс Дринкер нельзя делать, ни одной и другой команды, из-за того, что очень много контроля, и поэтому они обе адекеры взяли Кьюэсессы. Единственная проблема, что Каллисте все же нужно делать обычно Ласт Виспер, а Варус может и без Ласт Виспера играться, потому что у Варуса очень много магического урона, и стаки он может сбивать свои собственные своими спеллами, ну вот что он в общем-то и пытается демонстрировать нам в этой игре. Правда, в этой игре все же армора очень много сейчас будет у команды Африка Фликс, может и стоит задуматься о Ласт Виспере, но тогда без Ботарка, да? Тоже такая вот палка о двух концах. Да, он Кьюэсесс до конца доделал, ну возможно денег не хватало, посмотрим, что будет последнее собирать. Может он тоже думает все еще Ласт Виспер или Ботарк. Ну а там уже Ласт Виспер у Эминга появился, он теперь очень быстро будет пробивать Унтара, очень быстро будет пробивать Блоссома, учитывая, что они как раз выживали за счет... Ой, ошибка от Бенга, Алистар пытается поймать Тусин, Тусин дает подкидывание и Тусин здесь не убегает, Каллиста нет рядом, а к сожалению саппорта своего потеряла команда Африка Фликс, они все еще гоняются, он дает еще экзост зачем-то. Тусин, этот экзост конечно был не самой лучшей идеей, но ошибка была от общей картины команды Африка Фликс, нельзя им было разъединять Тусина и Эминга. Эти два игрока, Каллиста плюс Браум, они связаны и должны всегда ходить вместе. Вард есть там, Вард увидел, как начали делать на Шора команда СКТ, но дальше они этого не видят, они видели, как он не стартанули, но не могут подойти. Они знают, проверяют слишком поздно, на Шора уже забрался, команда СКТ, ну сейчас не фейсчекнуть, было вот, видите, не смогли, все же пробил, пробил у нас Рокки Бальбоа, Ивана Драга. Браум уже который раз попадается, Браум единственный, кто и может туда идти, у Браума есть дэмэдж редакшн, у него есть эскейп прыжок на своего союзника и у него есть Каллиста, просто вот здесь получилось, что Каллиста осталась вне позиции, Корки должен был занять ту позицию, а Каллиста как раз должна была идти с Браумом и тогда бы это все сработало. Ну что ж, 39 минут, 40 минут потребовалось команде СКТ, считайте, чтобы забрать этого на Шора, учитывая, как они стартанули в начале матча, это удивительно. Обидно отдавать барону, когда есть Каллиста. Да, конечно, есть в этом свои грустные нотки, но проблема как раз и красная сторона, на красной стороне Каллиста редко берут, как раз из-за того, что у вас нет контроля по Нашору обычно, вам тяжелее его отыгрывать, ну а здесь еще и сетап чуть-чуть послабее у команды Африка Прикси, из-за того, что Иксион не сработал, Иксион, видите, все же проиграл Трандлу, и сейчас Трандл будет его пытаться доминировать. Соляндру там пытаться будет его запушивать. Подкидывание идет, здесь Паунтария. Очень много пропускает урон Кин, отходит, ну понимает, что эту вышку надо отдавать, побольше просто скрипов надо убить, а можно здесь, сказать, ловушку устроить. Унтара пытается от флеша выжать, дает ульту, он по Маугли, Маугли сейчас без статов остался, пытается увернуться от скиллшотов, но на пол лица оторвали Маугли, Маугли умирает. Без статов, что происходит Сиджуани, вы видели. У Сиджуани, кстати, был флеш, она его не прожала, это немножко критично, мне кажется, должно быть, и можно было перефлешиваться через большую стенку, кто не знает, а просто подвышку. И это минус ингибитор будет на меде, и минус вышка на ботлейне. Вот он, Трандл, который ворует статы, да? И урона бы не было от Галлио, если бы сохранила Сиджуани свои статы, но никак тут не сохранить их. Он сразу остался там с 30 армором, ну там, не 30 армора, там, 30 магреза, хотел сказать, потому что у него нет магреза самого по факту, и поэтому получается. Посыпался Иван Драга, да, Драга разбили такие. Вот насколько, да, один чемпион может все перевернуть. Представьте, был бы там Чагат у команды СКТ вместо... Давайте посмотрим повтор еще раз, или не посмотрим. Не посмотрим. Ну вот подкидывание, почему он не перефлешивался? Эта стена перефлешивается, если что. Вот сюда нажмите флеш и перепрыгиваете. Странно немножко. Да, Галлио можно было и забанить у Фейкера, но они решили, что смогут через Корки его законтрить, но не сработало. Вообще, показывали нам статистику обоих этих мидлейнеров перед матчем, и у Кура очень высокий показатель был на Корки, три победы, одно поражение. У Фейкера был на Галлио статистика не такая уж хорошая. Три-два у него, три победы, два поражения у Фейкера на Галлио. А у команды Африка Фриксов тоже есть Галлио на миде, и у него было четыре победы, одно поражение. То есть, по сути, чемпион для обоих мидеров, так что, возможно, они даже не думали отдавать Фейкеру на Галлио на фирспике, а надеялись, что сами себе его заберут на второй ротации для Кура. Хороший врыв идет, на этот раз все срабатывает на ура. Каллиста вместе с Корки пытается разогреться, много урона наносит, но Браум уже погибает, Блоссум уходит, Джонько остается в живых, Каллиста ловит Вару своей ультой, и не хватает урона команде Африка Фрикс, чтобы пробиться через этих танков. Кура слишком мало наносит урона для Корки, а танки их разваливаются как раз таки из-за того, что Браум, когда у него заканчивается пассивка на щите, он развалится сам по себе, а статы, которые забрали у Кинэ либо у Маугли, сразу дают смерть одному из этих игроков, и счет становится у нас серии 1-1, но теперь будет на синей стороне играть команда Африка Фрикс, а на красной стороне окажется команда СКТ, напоминаю, что сейчас синяя сторона считается более сильной в чемпионате, вопреки, например, прошлого сезона, в прошлом сезоне красная сторона была сильнее, но там не на много, 1%, но, как видите, на корейском про-уровне это сильно решает. Ну что ж, идем на небольшой перерыв, после него продолжим смотреть этот матч.